Мы делаем уже третий курс по артероскопии запястья совместно с эндоскопами Карл Шторц и подвижной кадаверной лабораторией Даста. В этот раз не Карл Шторц приехал в Питер, а мы приехали в гости к Карл Шторцу и мы пользовались очень удобным лекционным залом, где прям и экраны, и оборудование, обстановка весьма научная, с историей и ты чувствуешь, что ты прикасаешься к чему-то прям большому и уверенно надежному. Собственно говоря, так, наверное, мы и характеризуем то оборудование, которым мы пользуемся на этом курсе. Про артероскопию кистевого сустава мы можем сказать, что все больше людей интересуются и делают это. У нас, как обычно, есть люди, которые приходят с большой артероскопией, чтобы увидеть кисть, и есть кистевые хирурги, чтобы увидеть, как работает артероскопия. Зачастую мы смешиваем эти группы, и это получается очень хорошим взаимодействием даже между участниками. Хирургия кисти Хирургия кисти – это достаточно узкая специализация внутри травматологии ортопедии. И артероскопия – это тоже узкая специализация внутри травматологии ортопедии. Эти специалисты мало пересекаются, но вот на нашем курсе это произошло. Примерно 50% у нас артероскописты, 50% хирурги кисти. Они все осваивают новые навыки, учатся выполнять какие-то новые для себя процедуры. В этом центре мы первый раз. Здесь все, что нужно для проведения курсов, есть. Работать очень удобно. Сами сотрудники очень гостеприимны. Спасибо большое. Кроме того, производит впечатление, да, такая своеобразная намоленность, что-то вроде музея, фотографии, старые какие-то инструменты, схемы. Вводит в новое какое-то состояние, да, в новое настроение, которое еще дополнительно мотивирует людей учиться. Мне самому просто находиться в этом всем было интересно, и специфическое вот это настроение было подхвачено. Во время кофебрейка действительно мы подумали о том, что неплохо бы провести курс по артероскопии. И вот эта вот как раз идея, то, что есть коллаборация между травматологами-ортопедами-артероскопистами и хирургами кисти, да, навела нас на мысль о том, что вообще, в принципе, артероскопия как таковая тоже немножко, ну, не недооцененная нами специализация. То есть мы проводили курсы по хирургии кисти, и в рамках хирургии кисти разбирали различные манипуляции и процедуры. Но оказывается, ведь артероскописты тоже занимаются различными суставами, и кистевым в том числе. Поэтому неплохо бы провести вводный курс для артероскопистов, может быть, для начинающих специалистов, которые только входят в эту специальность, которые, может быть, недавно приобрели оборудование, или собираются приобрести оборудование, они еще не знают, что они будут делать, да, с этим оборудованием, как они будут с ним обращаться и какие процедуры они могут выполнить. И для них, наверное, было бы полезно сделать такой обзорный курс по всем суставам, включая, естественно, кистевой. Мы получили интересную теоретическую часть, и была практическая возможность поработать на кадаверном материале, чтобы отработать основные мануальные и технические навыки. Артероскопия кисти – это то, что мы активно стремимся развивать. Вот из поддержки нашего руководства, я думаю, что у нас это все получится. Поэтому получил, самое главное, мануальные навыки, возможность все попробовать на кадаверном материале, поработать с техникой, с оптикой, с инструментарием – все отлично. Было бы интересно все-таки, как вариант, это разделить курсы по артероскопии на базовый и продвинутый, потому что целевая аудитория достаточно разная. Здесь есть врачи-артероскописты, которые рассматривают для себя это как новая область применения артероскопической техники, и кистевые хирурги. Нам приходится учиться работать с эндоскопией, и, может быть, нам было бы интереснее разделить на два курса. Основное, что дает данный курс – это практическую возможность отработать как базовые, так и продвинутые навыки в области артероскопии кисти, которые уже с завтрашнего дня возможно применить в практической деятельности. Я считаю, что это очень высокий уровень предоставленных возможностей в плане обучения и отработки практических навыков. Кроме кистевой области, интересно было бы ортопедия стопы, восстановление именно микрохирургии стопы и микрохирургии кисти, кроме области основных травматологических, артероскопических направлений. Я второй уже раз прохожу этот курс. Первый раз я прошел так касательно немножко. У меня была возможность послушать лекции, но не было возможности мануальной хирургии. В этот раз я и послушал лекции глубоко, и в том числе получилось дотронуться до кадаверов. Это фантастически совершенно, как англичане говорят, completely different things. Совершенно другой уровень познания и освоения вообще, ну и самоудовлетворения. Сегодня у меня есть точно внутреннее ощущение, что вот мы сделали все как следует. У меня есть внутреннее ощущение, что все прошло как надо. У меня есть ощущение, что я что-то понял и что-то из этого завтра уже готов применить в клинической практике. Еще, конечно, вот я готов так все выходные проводить в течение года. И считаю нужным подгонять этот грузовик в каждую из клиник перед тем, как врачи хотят интегрировать какие-то, пусть даже новые методики в клиническую свою практику. Прокачивается скилл просто потрясающий. Просто потрясающий. Без всякой рекламы, реально рабочая схема.